Субтитры сделал DimaTorzok Без лишних слов, давайте начинать Итак, первая игрушка Ну, это моя самая любимая игрушка в 5 на честь фроги Это, собственно, сам фроги Вот такой вот он красивенький получился Все игрушки я делал из воздушного пластилина Как оказалось, довольно хороший материал И доступный очень Очень приятный в работе И не надо запекать его в духовке, чтобы он стал твердым Единственные минусы, которые я могу отметить Это то, что слишком боится этот материал воды Поэтому все игрушки я покрывал лаком Ну, и также иногда с ним сложно сделать мелкие детали Поэтому у фроги нет текстурки Вот такой шерсти, как у оригинала Но он и так, в принципе, похож Вот такой вот лягушонок Достаточно красивенький, как по мне, получился Вот такой вот он В будущем я планирую чуть-чуть его улучшить Вот в эту пустую глазницу вклеить магнитик маленький И на этот магнитик, собственно, я хочу Насадить второй глаз Как вы знаете, у фроги, те, кто играл в игру Был раньше второй глаз Но по кое-какой причине он пропал Спойлерить не буду Вот И я хочу сделать так, чтобы можно было на магнитике Вставлять глаз и убирать его Ну, собственно, пока вот так Есть некоторые артефакты, так скажем Какие-то не очень красивые места Ну, а так, в принципе, если прям детально не вглядываться И слишком серьезно не критиковать То очень даже красивый фроги Мне кажется, он похож Вот такой вот Следующая, пожалуй, одна из самых похожих игрушек Это Китти Китти это у нас тапочек в виде кошки Прибитый гвоздями к палке По канонам игры Вот такая Китти Даже полностью в кадр не вмещается Потому что высокая У нее очень длинная вот такая павочка Как вы можете заметить Вот тут типа гвоздики Гвоздики Мордочка Мордочка, как по мне, самая лучшая часть Она действительно похожей вышла И я ее еще пролил Проливкой из черной акриловой краски Чтобы придать такой состаренности Как будто бы она испачкалась со временем Сзади у нас тут гораздо грязнее все Вот такой вот колпачок новогодненький И продолжение павочки Ну, собственно, больше сказать нечего Вот такая вот Китти Как по мне, вышла очень похожей Дальше идет игрушка Которую по каким-то причинам Очень многие любят Это Кроко Кроко вот такой вот Он немножко странноватый Главный его минус в том, что Я сделал вот эти вот черные полоски Отделяющие зубы друг от друга Честно Надо было придумать как-то по-другому Сделать, но на тот момент Я ничего лучше не придумал А много времени на раздумья у меня не было Потому что Очень быстро иногда засыхает воздушный пластилин И поэтому надо быстро лепить Ну, а в целом достаточно неплохой Также он достаточно красивенький такой Он уже поменьше, чем Фроги, чем Китти Но все равно Мне кажется, достаточно прикольная игрушка Не знаю, почему его многие любят Мне, например, больше нравятся Фроги и Драку из второй части Но У каждого свои вкусы В общем, вот такая вот игрушка Дальше у нас идут Мои самые нелюбимые Да и вообще Пожалуй, самые нелюбимые игрушки В пять ночей с Фроги Это гномы Карлсон, Незнайка и Бублик Не знаю Лично я не люблю их Потому что их трое Мне как-то привычнее, чтобы Было по одной игрушке А тут они как бы в компании Считаются за Не знаю Сопоставимы с одной игрушкой В общем, не знаю Как-то объяснить Но мне не нравится то, что Их трое сразу Но давайте посмотрим на них Первый гном Это Карлсон Карлсон, мне кажется У меня лучше всех получился Потому что он Самый такой похожий Карлсон вот такой Он На первый взгляд Кажется маленький Но на самом деле Он большой Вот Я даже покажу Он по сравнению с Фроги Вот Даже, возможно Практически С него ростом Хотя нет Все-таки меньше Но Достаточно большой Вот такой вот Карлсон У него испачканное лицо Испачканная одежка На желтой его Рубашонке Или что это такое Должна быть еще Текстура цветочков Но я уже, как сказал Воздушный пластилин Слишком быстро засыхает И поэтому Не было времени Делать эту текстуру Вот у нас Карлсон Следующий гном Это Не знаю Вот он уже похуже Получился Потому что Он похож на Толстячка Такого То есть Не знаю почему Но он у меня Вышел таким Жиденьким Ну вот такой вот Пухляш У него Растрепанная Прическа Похожая на Солнышко Тоже я его Пролил краской Типа он грязный Вот Ну собственно Вот такой вот Незнайка И да Он Ну вот сейчас Он нормально Стал из-за того Что Оперся на Прическу Карлсона Но так он Фиговенько Стоит Я вам скажу И не знаю По моему Худший гном Это Бублик Вот так он выглядит Он у меня Мне кажется Достаточно Плоховато Вышел Ну во многом Конечно из-за лица В оригинале Оно более милое Такое Более Добренькое Здесь у меня он Пухляш опять Но в принципе А так Я старался Соблюсти все детали Красную обводку На комбинезончике Бублик Конфетка В руке Вот Вот такой вот Бублик Собственно И он тоже Фиговенько Стоит Но вот сейчас Оперся на Карлса И нормально Вот собственно Говоря На сегодня И все Что ж На сегодня Это все Вот мои все Игрушки Из первой части Пять на честь фроги Не нужно мне В комментариях Писать о том Что я не слепил Золотого фроги Все дело Просто в том Что золотой фроги По канону Не является игрушкой А является Введением А собственно Материальная игрушка И ненастоящее Введение Это разные вещи Вот Да и тем более Золотой фроги Насколько я понимаю Очень больших размеров Потому что Что в первой части игры Что во второй части игры Он пристает достаточно большим По сравнению с другими игрушками А на такую игрушку У меня Просто пластилина Не хватит Поэтому Не знаю Возможно Когда-нибудь Я его и сделаю Но точно не сейчас Собственно Вот все Все мои пластилиновые игрушки Из 5 ночей с фроги Это Надеюсь Вам понравилось И где-то в июне Скорее всего Я сделаю продолжение Где покажу вам Игрушки Из второй части 5 ночей с фроги В том числе Драко В том числе Могучего дракона Которые достаточно большие По размерам В общем Думаю Будет интересно Надеюсь Вам это понравилось И вы поставите на ролик Лайк И подпишитесь на мой канал Ждите Краткометражные фильмы Ждите Новый проект по фроги Он уже В разработке находится Собственно Вот и все Всем удачи Здоровья Счастья Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok